у нас в нашем районе свободных охотничьих воде нет они сейчас сейчас они все находятся в баре то что я слышал можно подвести под сговор мы живем здесь мы живем здесь зачем вы делаете так чтобы мы куда-то уехали добрый вечер дорогие друзья мы сегодня с вами собираемся город кольчугина нас пригласили ребята из местного сообщества охотника охотники владимирской области обращаемся к губернатору владимирской области сипягину владимиру владимировичу мы очень недовольны положением дел в сфере охотничьего хозяйства на территории нашей области 80 процентов охотничьих угодий находится в аренде у охот пользователей те же в свою очередь не в полной мере а то и полностью не выполняют возложенные на них обязательства при попустительстве органов власти госоход инспекции не несут ответственности за данные нарушения не выполняются биотехнические мероприятия отсутствует аншлаги на границах хозяйств не выполняется санитарно-профилактические работы направленные на борьбу с бешенством вот участок путевка стоит 1000 рублей а вот в этот 24 тысячи хочешь и все то есть это собственно на данный момент у нас вообще вариантов нету потому что у нас самая дешевая путевка здесь в кольчугинском районе сейчас вот 14 с чем повышают цены нет сами не они не у них поменялись рекламенты они не с единогласным решением это себе сами делали это приходит с владимира указка то бишь они сейчас совсем ничего не решают ну а как получится все но это же не коммерческая организация так понимаю это может быть при ссср было когда-то теперь силками нет ну есть же правление которое стыд из охотников такие же там же не чиновники стоят давайте начнем с того что в каком-то году все это было куплено и сейчас это в аренде понимаем она у нас в нашем районе свободных охотничьих угодий нет они все часы сейчас они все находятся в суб аренде и ничего ты не сделаешь потому что все по закону уже все проверили ничего не сделала вот как хочешь так и как люди взяли вопрос встает как люди взяли в аренду в этих хозяйств частную аренду это общественная организация правильно на каком основании как это было сделано нет его общество организация она тоже может в аренду взять я просто имею ввиду другое что если там не в принципе не предприниматель там же те же охотники которые сами же там охотиться для себя устанавливают цену такую нет вы ошибаетесь они взяли в аренду хозяйство и все и те люди которые там живут туда ходить не могут если они короче говоря просто ребята посуетились взяли лесной фонд участок себе в аренду и теперь как бы им интереса больше не охота а арендная плата конечно все поставлено коммерческую основу хорошо а в районе устали чугинском помимо ну понял что государственных нет сколько частных угодий там она это единая целая не смотрите кожи кожинская у нас в ладо лесхоз курирует что у нас бавленская осталась бавленская это уже тоже разбили одна гусева другая кабаева все больше охотнадзор хромова ну и цены везде схожие да то есть они все одновременно вот раздробили вот эти путевки да и подняли цены я просто чему говорю потому что здесь вот по крайней то что я слышал можно подвести под сговор также государства не контролируют установление цен на путевки в арендованные охотничьи угодья разница в цене с общедоступными угодьями колоссально 650 рублей госугодьях и а 14 тысяч частные на те же виды охотничьих ресурсов такая цена необоснованно высокая мы полагаем что такими ценами нас хотят выдавить и своих угодий чтобы мы им не мешали если же все охотники проживающие на территориях где нет общедоступных угодий не смогут купить путевки по месту проживания из-за высокой цены поедут общедоступные это будет колоссальный прессинг на фауну общедоступных угодий считаем что это будет катастрофа должны какие-то нарушения чтобы у них нарушения имеется очень много я вам честно скажу каждому каждому есть нарушение и не по одному и не по одному они как они зафиксированные нарушения никому фиксируют инспектор повязан с этим частником вы чё ребят ну вот вы мне расскажите я как раз приехал честно я не охотник я приехал для того чтобы разобрать и помочь разобраться с какой стороны подойти вот я сказал по поводу цен на частников мы разберемся по поводу картельного сговора возможного натравим антимонопольную но вот из этой ситуации как выйти то есть здесь пункта 2 может быть до первое разрыв действующих договоров на коммерческие угодья либо второе создание новых вот я пытаюсь единственное что можно сейчас сделать это поймать всех кто как его создать бригаду с видеофиксации они покупают 7-5 лицензий на сезон лупят по 50-60 лосей виде фиксации закрыть у них нарушение тогда у них сразу суп аренда закрывается и закрываем тогда какое-то общество собираем и еще разобраться беремся также создадим как но это опять от всех не коммерческая только как они сказали кто-то дорогие друзья всем добрый день но в общем то чтобы дело не откладывать долгий ящик сделали уже ряд запросов чтобы вникнуть вообще в эту для нас в общем-то новую отрасль прежде всего мы решили разобраться с ценами потому что вот если даже сравнивать на отдельные виды птиц охотничья путевка государственная хоть угодья общедоступной охоту годья стоимость составляет на сезон порядка 650 рублей при всем при этом в частных охоту годьях тоже путевка вот на те же виды птиц составляет уже там по 11 по 15 тысяч рублей то есть мы видим что это в 15 раз фактически цена выше и мы проследили даже вот эту всю ситуацию по разным частным угодьям и пришли к выводу что есть фактически некий картельный сговор вот этих частников и соответственно первым делом мы сегодня провели жалобу в федеральную антимонопольную службу потому что цена на взгляд она абсолютно неадекватно мы направили запросы на имя начальника госинспекции по охране и использовании животного мира кувтина во-первых предстоит разобраться сколько же у нас реально сегодня частных охот угодий где и какие собственно да сколько общегосударственных чтобы понять какая реальность сегодня пропорция и насколько существует перекос в пользу частных охот угодий плюс вот общаясь на встрече с охотниками да мы узнали что есть институт так называемых общественных инспекторов да то есть как бы те люди которые работают на общественных началах при этом разбираются в таких понятиях как леса восстановление как восстановление популяции зверей и прочие моменты ну и естественно мы хотим узнать каким же образом сама госинспекция следит за теми угодьями которые сохранились еще в собственности государства на вот чтобы проверить ту информацию которую мы получили на встрече 14 апреля мы планируем посетить два охоту годия это дубковская и кольчугинская кольчугинского района как раз таки пригласили уже госинспектора пригласили охотников с тем чтобы в общем то пройтись посмотреть каким же образом вот этот частик владеющий угодием его содержит каком состоянии лес какие мероприятия проводятся с целью сохранения животного мира ну и ряд других моментов поэтому уважаемые друзья мы в этом вопросе в начале пути прицель разобраться и я бы хотел чтобы также те же люди которые в этом в общем-то собаку съели дайте за такое сравнение нас направляли в этом вопросе когда идет серьезное засилие именно частников которые просто не заботясь о лесе и животных просто стригут бабло а по-другому мы называть это не можем сравните цены в государственных угодьях и частных при этом ничего не делают для содержания этого угодья но на мой взгляд мы должны делать все для того чтобы это соотношение изменилось пользу именно общедоступных угодий в которых в общем то могут охотиться обычные наши граждане